И так, ну что ж, ариару, мои маленькие любители, покушайте всего того, что вращается у микрофона, как всегда, ваш покожий слуга Мамору, и это великолепная сборочка Minecraft с модом Create. Я хотел бы сказать, что за кадром что-то произошло, но по факту не могло ничего произойти, потому что в этой серии нас ждет великолепное начало третьей главы и все то, что с ней будет связано. Я уже начал немножечко ее изучать, и то, что у нас здесь предстоит, меня очень сильно радует, ведь предстоит здесь нам просто непаханное поле. Нам здесь говорится то, что мы должны что-то много автоматизировать, нам должны сделать много новых частей, и это будет безумно интересно. Удержание запасов квест связано с тем, что мы должны отсеивать 25 от 70% каких-то руды благодаря компаратору. Как это сделать пока что, я не представляю, но возможно эта штука поможет автоматизировать мне множество вещей, и возможно поможет также автоматизировать штуку, где нужно отсеивать ровно половину. Но сейчас я, пожалуй, займусь другими квестами, которые тоже нужно мне здесь заниматься. А именно вот этими тремя, получается, основными квестами, которые здесь мне предстоит изучать и делать. Квест, где нам нужно делать палки, квест, где нам нужно делать булыжник, и квест, где нужно делать, как я понимаю, песок. Но песок делается достаточно легко, так что с этим проблем особо не будет, да и со всем остальным у нас тоже не должно быть проблем. Думаю, палки я возьму отсюда, автоферму булыжника я тоже, я себе новую здесь размечу, не буду беспокоить ту, и все остальное тоже постепенно у меня появится и получится. Но первым же делом я хочу себе сделать все-таки колеса дробления, они мне очень сильно понадобятся, а для их создания понадобятся механические крафтеры, и пожалуй я этим сейчас и займусь. Только для начала нужно по-хорошему запустить процесс производства заново вот этих самых колбочек, то есть для этого мне нужно вручную отсеять половину от этих всех кристаллов. Так, а насчет механического крафтера, нам их понадобится достаточно большое количество штук, для которых понадобится достаточно большое количество латунных корпусов и механизмов точности. У нас их есть недостаточно большое количество, но я думаю там хватит хотя бы столько, сколько у нас сейчас есть, жалко что за кадром я не производил большее количество. Мне нужен ровно 21 крафтер. Как так получилось, как-то совпало, не знаю, но допустим. У нас теперь есть 21 крафтер, благодаря которым мы с вами сможем делать дробители. Замечательно. И нужно сейчас их попробовать разместить. Ровно так же, как они вот здесь у нас размещаются в механическом крафте. Так, теперь мы должны это сделать так, чтобы все вот это безобразие у нас выходило в один какой-то конкретный слот. Допустим, вот сюда. То есть сейчас мы все это должны совместить именно туда приходящее. Вот, вроде так это готово. Сейчас я должен сюда принести сундук и ресурсы для крафта. Теперь же я должен выложить в сетку крафта вот этот вот рецепт. Я понимаю то, что сейчас это все неудобно, выкладывается он по одной штуке, но я знаю уже готовый способ, как это автоматизировать. У нас даже есть практически готовые для этого всего механизмы. Теперь, насколько я знаю, я должен сюда подать крутящийся момент. Но это тоже у нас должно быть несложно. То есть буквально вот сюда вот шестерня и все. Получается, у нас завершен рецепт и он вот так вот замечательно красивый. Пошел делать, крафтить и все это работает наилучшим образом. И просто я очень сильно рад, что наконец-то мы дошли вот сколько спустя серий до этого момента. И да, это уже практически самый лучший вариант, к которому мы могли прийти. Жалко то, что это все красится только в ручном режиме пока что, но это уже что-то. Колесо дробления мы с вами здесь получаем. Это замечательные колеса, которые помогут нам оптимизировать практически все то, что у нас было раньше не оптимизировано. Я имею ввиду как минимум вот эту всю систему, которая здесь вот размещена. Если вы помните, то здесь у нас находятся до сих пор вот эти вот сеточки с ситочками, которые у нас просеивают воду, которая у нас здесь добывается. Но это все так нудно, так нехорошо и сито рано или поздно заканчивается. Мне приходилось по мере прохождения вот здесь вот выращивать всю эту систему для того, чтобы из зерен этого получается рисовых полей брать и делать эти самые сито. Потом эти сито перезаряжать, это все не нужно на самом деле, то есть весь этот процесс получается полуавтоматизацией, можно просто отсюда напрочь убрать и у нас все это будет работать благодаря колесам дробления. Ну да, я еще пока я здесь, как раз забыл вам рассказать то, что я немножечко модернизировал тут систему по добыче вот этих инфернальных механизмов. Как вы можете помнить, раньше у меня была здесь проблема насчет лавы и как сюда доставлять лаву. Я все-таки сделаю небольшую добывку в аду, она добывается в ручном режиме благодаря крутилке, я помещаю, получается, всю лаву, которая оттуда выкачивается в эти инготы из тингер констракта, подключаю ее просто к трубам, так же как и в аду, и просто это все благодаря автоматической системе выкачивается и помещается в дозаторы, которые здесь у нас размещены. И вот таким нехиллым способом у меня получается достаточно большое количество жидкости сюда приносить и достаточно количество большого инфернальных механизмов за раз производить. Потом же я, конечно же, заменю это все на автоматическое производство лавовой системы, но пока до этого еще очень сильно далеко. Нам главное разобраться со всем остальным, что у нас сейчас требуется по квестам. Сейчас я буду делать систему по добыче песка, получается, из камня. Мне нужно здесь разместить сейчас будет лаву и буры. И сделаю я здесь систему благодаря вот этим самым колесам дробления для песка. А потом же я просто возьму эту всю систему и перенесу туда за кадром, чтобы сейчас этим не заниматься. Ну и как раз мне немножечко лавы потребовалось для механизма. Я решил прибежать в ад для того, чтобы продемонстрировать, как вся эта система работает. То есть у меня просто здесь стоит небольшой такой увеличитель крутящегося момента. Весь крутящийся момент приходит на помпу. И помпа всю лаву качает из того озера, которое находится под нами, благодаря кинетическому вот этому шлангу, который мы опустили также благодаря вот этой вот нашей ручке. То есть я встаю, качаю 256 единиц энергии, на помпу приходит чуть больше 500 единиц энергии. И мы можем наблюдать, как лава потихонечку заполняется в нашей механизме. Ну а потом, конечно же, эти контейнеры мне придется поменять. Один такой контейнер вмещает 4 ветра лавы. У меня всего этих самых контейнеров 16 штучек. Так что потихонечку, помаленечку я таким образом могу выкачивать всю лаву из этого самого озера, не боясь абсолютно ни за что. Так, теперь мы с вами смотрим, где лучше всю эту систему разместить. Я даже что-то, если честно, не знаю, но, я так понимаю, для этого всего нужно больше места. А у нас как раз вот это место здесь вот и есть, для того, чтобы все это начать размещать. Я не хочу сейчас делать так же, как было вот с этой системой на каком-то возвышении. Я попробую это все сделать так, чтобы это было на одном уровне с вот этими всеми механизмами, для того, чтобы это все удобно у нас здесь и размещалось, и перемещалось. Ставлю я здесь в первую очередь 3 бура, ну а дальше будем мы с вами смотреть. Я ничего тут пока особо такого сверхъестественного не делаю, конечно же. Просто небольшую коробочку, где у нас все это будет безобразие размещено. Ставлю здесь ведро лавы, и получается этот механизм должен быть уже готов, и все это должно работать. Получается, если я все это запитаю, то у нас уже начнет добываться булыжник, поступать на конвейер, который мы уже дальше куда-то сделаем. Этот конвейер нам нужно сделать на колеса дробления, потому что именно в них мы будем получать гравий, а уже из гравия мы также на измельчителе будем получать с некоторым шансом глину, кремень, но самое главное для нас песок по этим самым квестам. Получается, как эта вся система должна работать, я вообще не знаю на самом деле, но от этого и интересно. Получается, вот так вот эта система должна у нас быть. Получается то, что вот сюда вот ходит у нас весь булыжник, и по мере выхода этого булыжника он будет это выдавать сюда, и здесь он у нас будет дробиться. Весь раздробленный булыжник должен, по идее, поступать на конвейер и еще раздробиться в этих самых колесах. Я сейчас посмотрел по подсказкам, которые здесь у нас есть в моде, так что я думаю, все у нас должно работать именно таким образом. Благодаря этой андезитовой воронке у нас будут поступать на эти кинетические колеса только то необходимое количество ресурсов, которое им необходимо. Таким образом, у нас булыжника будет явно больше, чем песка здесь добываться. А я уверен, что именно так и будет. А значит, нам просто нужно это все сейчас доделать и доразместить. Только изначально, конечно же, сделать себе новые колеса, потому что они закончились у нас, но их в принципе и мало было. Давайте сейчас будем пытаться подводить сюда энергию вращения из вот этой вот системы. Благодаря вот этому ветряку, как раз у нас здесь вот в первородном она экземпляре есть вот на этом конвейере. По-моему, он именно с нее и питается. Только вопрос, как именно я должен подводить сюда энергию вращения именно на эти колеса, но в бога я дома она должна подаваться благодаря большим шестеренкам, так что я думаю, с этим особо проблем у нас не будет. Мы их просто себе возьмем и разместим. Получается, я сразу же из конвейера передал сюда крутящийся момент. Первый крутящийся момент, он должен уходить у нас, получается, вот на этот вал, который здесь соединен у нас. И также он должен выходить сюда. То есть здесь я должен разместить еще одну по возможности коробку передач. И, к сожалению, это вращается не в нужную сторону. Так, это мы отменяем. И вот здесь вот ставим. Получается, вот здесь вот линия конвейеров работает в нужном направлении. Хорошо, замечательно. Теперь я должен подвести сюда еще энергию вращения, только здесь это будет, наверное, сделать сложнее. Ага. И еще момент, то, что у нас здесь эти колеса вращаются не синхронно. Но это ничего страшного, это можно исправить. Вот так вот я размещаю, и вот так вот размещаю. Только почему вы так не работаете? Вопрос. Там же в гайдах было так. Я вот про эту вот систему думал. Они вроде как производятся благодаря вот этим большим шестерням, но на самом деле это не так. И там просто сзади них есть приводной вал, благодаря которому это все происходит. Я думал, это все будет гораздо легче, но мне нужно сейчас будет придумать, как это все производить. Хотя я думаю, тут особо думать-то не придется. И вот почему. У меня здесь есть просто конвейер, который это все прекрасно может вращать. Только вращает он не в нужном направлении, но это все решается, кому помним, просто банальной коробкой передач, и все это должно работать. Теперь, в качестве проверки, я сюда запихиваю, допустим, ну, шучки 4 булыжника. Они помещаются сюда, вижу то, что началось вращаться. Ай, 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 стой! Я не думал, что меня тоже эта вся система может скушать. Вся эта система у нас дробит замечательно, и я как полежу, начинает даже успешно дробить, но не передает она ресурсы, только потому, что здесь у нас не передается крутящийся момент. На вот этот вот конвейер. Так, он идет, и куда он пойдет? Ага, он будет перелетать. Перелетать мне не надо, а если как-то можно сделать так, чтобы ты это сразу выплевывал сюда вот вниз, пока без буфера, да, можно. Просто будешь это сразу выплевывать, и будешь сразу это дробить в песок. Замечательно. Ой, чувствую, у меня там, ребят, не хватит места для того, чтобы все вот это вот здесь разместить, потому что там уже придется и ферму булыжника делать, и вот это вот все делать. Ну, ладно, будем пытаться что-то с этим придумать, потому что делать это надо будет в любом из случаев. Теперь, благодаря квеста, мы вот это вот завершаем. Вот этот вот песок мы тоже завершаем, потому что по факту он у нас есть. И нужно сделать палочки тоже. Теперь мне нужно здесь, получается, доразместить последние элементы. Пока я сделаю так, что это просто будет у нас собираться здесь вот в драйвер, и никуда дальше не будет идти. Самая основная причина этому, потому что я не знаю, куда именно это все должно будет идти. Последний нюанс я ставлю здесь себе коробку передач, и начали у нас добить вот эти самые буры, которые у нас здесь работают. Ну, дробят я не знаю, с какой они скоростью, но я думаю, что этого пока мне хватит. Здесь у нас потихоньку начнет появляться песок, здесь у нас потихоньку начнет появляться булыжник, и эта вся система у нас замечательным образом работает и функционирует. Хорошо. Теперь же к этой вот системе, где нам нужно сделать так, чтобы у нас производились здесь палки. Возможно, возможно, вот эту ферму с углем, который я делал за кадром, я перенесу. Потому что уголь все-таки здесь, как ни странно, нужен, и он как бы нам необходим. Так что пускай он здесь будет. Бремен здесь достаточно, в принципе, вот эти доски я могу здесь забирать, но как из них делать палки? Это их пилить, что ли, надо, или что? Могу их запихивать в автокрафтер, но автокрафтер это не вариант. Это далеко не вариант, ребята, потому что мы не знаем, не можем, по крайней мере, в этой серии сделать полную автоматизацию автокрафтера, потому что там есть свои нюансы все-таки, из-за кавычки, как именно это мы должны делать. Так что, пожалуй, сейчас придется разместить всего две здесь воронки и решить эту проблему вот таким вот кардинальным путем. Я просто буду собирать палки, которые падают из дерева. Думаю, такой вариант меня полностью здесь устроит. Ну, вроде вот такая вот система у нас точно здесь работает. То есть, сколько бы я палок сюда не разместил, они попадают в автомат, вот в этот драйвер. И все это должно работать наилучшим для меня образом. Квест получается с вот этими палками я тоже успешно завершаю. Но дальше мне нужны эти дробящие колеса не только как машины, но и ингредиент. То есть, из них что-то будет дальше крафтиться. И нужно сделать так, чтобы это крафтилось в необходимом нам масштабе и количестве. То есть, мне нужно будет делать автокрафт для колес. Я думаю, в этой серии мы уже точно явно заниматься этим не будем. А уже в следующей серии мы сделаем этот самый автокрафт с вами успешным образом. Нам получается отсюда нужно будет забирать булыжник и поставлять это все сюда. И получается оттуда палочки тоже нужно будет по-хорошему поставлять сюда. И вот здесь вот у нас будет организована система с вот этим вот автокрафтом вот этих самых колес. Ну а как успешно у нас это все получится, мы узнаем только в следующей серии. У нас еще также предстоит очень много всего интересного. Как минимум, в этой части квестов нам понадобится ферма мобов, как это ни странно. Но обо всем по порядку. Ну а пока у меня на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слуга Мамору. Еще услышимся! Субтитры сделал DimaTorzok